Воздух на этом острове считается одним из самых чистых в мире. Именно здесь проживает более тысячи человек, чей возраст старше ста лет, а черепахи более трехсот. Сегодня мы узнаем, правда ли это вместе с нашими героями. С вами новый выпуск программы на ПМЖ. Слава Млаженцевым, мы на Хайнане и мы начинаем. Поехали! Есть очень большой завод по производству яхт в Чжухае. Это юг основного Китая. И там производится огромное количество яхт. И также отправляется в Европу. В какой-то момент в Китае было запрещено иметь более двух детей. И было престижно иметь именно мальчиков. Соответственно, сейчас страна пришла к тому, что население мужчин намного больше, чем население женщин. Самый чистый язык? Да. Где? На севере. Любой вот город Чанчунь, Харбин и Пекин. Можно найти какие-то совсем недорогие варианты. Маленькие комнатушки, клетушки. Возможно, за тысячу юаней в месяц. Хайнань, город Санья, это просто оптимальный вариант для меня и для русского, любого вообще человека. Оля, привет! Привет! Спасибо, что нашла время дать интервью. Сегодня ты нам расскажешь об острове Хайнань и поделишься всеми секретами, которые ты знаешь об этом острове. Конечно, с удовольствием. Поехали! Расскажи, что это за место? Ты меня сюда пригласила, сказав, что здесь отличный пляж, чистая вода, не то, что в других местах, где больше туристов и больше эконом-отелей. Что это за локация? Это бухта Сяудунхай. Одна из моих любимых, потому что она очень маленькая, уютная. Здесь, на берегу, расположены всего два отеля. Про нее не все туристы в курсе, потому что я иногда здесь снимаю туристов, и им очень нравится, что я показываю эту бухту. На берегу очень много палев располагается, можно в тенечке отдохнуть, не так шумно, не так много людей, как в датунхая. Как ты переехала сюда? Что было причиной? Какие были основные мотивационные моменты? Первый раз я сюда переехала лечиться. В Хайнань, наш остров, очень известен именно своими докторами, традиционной китайской народной медициной. Так как в прошлом я увлекалась экстремальными видами спорта, я имею много травм, соответственно. Ты говорила, что у тебя была перелома на все? Ну, практически. И после последней травмы, это перелом позвоночника, мне в России доктора, к сожалению, не могли помочь, не могли избавить меня от боли. И подруга, которая здесь живет уже много лет, она предложила попробовать традиционную китайскую медицину. Собственно, так здесь первый раз и оказалась. Климат очень подходит для меня, для таких людей, как я, у которых проблемы с суставами, проблемы с травмами. И медицина мне помогла. Действительно, чудо случилось, я лечилась иголками, и решила остаться здесь. Сколько курсов ты прошла до того, как все-таки у тебя стало все хорошо? Существенное облегчение я почувствовала уже после первого курса, я отказалась от обезболивающих таблеток. Ну и сейчас, в общем, ты уже не прибегаешь, да, повторно к помощи врачей? Сейчас нет, здесь климат соответствующий, и живется у меня здесь достаточно легко и без боли. Какая была причина, помимо твоей болезни, переезда сюда, или все-таки это было основной причиной? Это была основной причиной моего первого визита. Мне здесь очень понравилось, я стала сюда ездить как можно чаще, и потом уже переехала. Климат, лето из Сибири. А твой город родной? Иркутск. Иркутск, да, не самое теплое местечко, прямо скажем. Хорошо, что касаемо работы и вообще легализации здесь ПМЖ, получения вид на жительство, расскажи основные какие-то вещи, то есть вот я, допустим, приехал, да, что мне необходимо в первую очередь сделать? Ну, в первую очередь вы должны ехать уже куда-то, на какое-то место работы. Найти прямо так на месте это довольно сложно, потому что очень много желающих, здесь очень много иностранцев живет, очень много иностранцев все время приезжает. У меня с работой получилось совершенно случайно, можно сказать, что она меня сама нашла, я просто увидела объявление, что требуется журналист, я работала до этого фотографом, у меня хорошие фоторепортерские навыки, и, соответственно, я на него ответила, и меня с радостью взяли. Но китайского языка знаний у меня не было вообще никакого, сейчас я говорю совсем немножко, какие-то основные моменты. Ну, так, лет пока, да, то есть такое... Ну, для общения с таксистами, с продавцами, как бы мне достаточно. Ну, а в целом, для того, чтобы сюда переехать, нужно, конечно, знания, потому что работать в любом случае вы будете с китайской стороной, и как-то с коллегами нужно объясняться. Итого, сколько у тебя прошло времени, как ты приехала и нашла работу? Какой это был срок? Нет, нет, я имею в виду, что вот ты приехала, и от момента приезда на ПМЖ, на постоянку... Примерно через два месяца. Это быстро, да, считается? Да, это очень быстро. Тебе повезло, да? То есть это именно так все сложилось? Да, это просто шестивый случай. Что необходимо, чтобы устроиться на работу? Я бы, конечно, посоветовала в первую очередь съездить сюда как турист на разведку, чтобы завязать какие-то связи, познакомиться с местным населением, узнать, где кто требуется. Возможно, в туристической сфере, гиды и так далее. Обязательно нужно иметь приложение WeChat, это наш местный мессенджер, вступить, возможно, в какие-то группы, чаты местного населения, чтобы именно искать работу, отслеживать предложения. Но сейчас ты говорила, что WeChat усложнили. Я об этом слышала, да, но не сталкивался, я его устанавливала. Ну вот, я вчера столкнулся, я вчера ставил WeChat два часа, я его не поставил. Там просят, чтобы мне кто-то отправил подтверждение уже из живущих в Китае, какое-то, значит, так скажем, одобрение, и после этого все равно тебя блокируют и пишут, что твой аккаунт или телефон неблагонадежен. То есть это прямо совсем жесткая тема. Ну, стоит попробовать, и именно для этого нужны связи, чтобы кто-то подтвердил. Расскажи, что было основной причиной, почему твой выбор упал на Хайнань? Именно на Хайнань. Ну, вообще, я в Китае уже 10 лет. Вот, изначально я сюда приехала, ну, ради учебы, да, училась здесь в университете. Вот, затем я здесь уже потом работала в дальнейшем. Вот, и на Хайнань именно переехала, потому что очень долгое время жила я в Пекине. Вот, и как ты знаешь, там воздух просто ужасный, там вообще невозможно дышать. Вот, и мне казалось, что просто легкие могут взорваться. Вот, ну, и постепенно я переправлялась, в общем, на юг. Вот, вначале я в Гуанчжоу жила 2 года, вот, и сейчас прибралась уже, вернее, не сейчас даже, а 4 года здесь живу, в Санья. Вот, и мне, конечно, здесь больше всего нравится и климат, и все. За кадром ты еще говорила, что еще был остров Тайвань. Да, еще был остров Тайвань, город Тайбэй, столица. Там я пробыла полгода, тоже училась я там в университете. Вот, ну, конечно, колоссальная разница это с Китаем. Вот, это можно об этом говорить и говорить. Китайцы, хотя тайваньцы себя не относят к ряду китайцев, точно так же, как и гонконгцы, и с Макао, жители Макао. Вот, они тайваньцы. И когда их называешь каждый раз, там, китайцы, там, что-то, 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 они очень сильно обижаются и говорят, что нет, мы не китайцы, мы тайваньцы. И как тебе тайваньцы? Как у них культура, как воспитание? Лучше, хуже, выше уровнем? Ну, на самом деле, честно говоря, не хочется обидеть китайцев, а не тайваньцев. Вот, но тайваньцы, конечно, более, ну, культура у них более как-то немного отличается. Вот, и, конечно же, они уделяют какие-то минимальные, там, значения культуры и культуре, и вообще вот примерно всему. Вот, это началось даже с того, когда я прилетела только в Тайбэй, я вышла из самолета, вот, и нечаянно потеряла какой-то вот листик. У меня просто упал, да, из сумки листик, и за мной тайванец бежал через аэропорт минут пять, чтобы мне этот листик отдать. В Китае, конечно, такого не увидишь. Сколько простоит сумка в Китае, если я ее вот так вот поставлю, да, как пример, да, отойду, сколько она простоит до того, пока ее украдут, возьмут? Ну, на самом деле, китайцы не то, чтобы там по мелочам, да, могут что-то взять. Мне кажется, скорее, эту сумку унесет обслуживающий персонал, охранник из-за безопасности, потому что в безопасности, конечно, они уделяют очень много времени. Я думаю, ты это, как бы, знаешь, видел и ощутил тоже. Причина переезда все-таки какая основная? В Китай или в Санья? В Китай. Ну, изначально, когда я только еще заканчивала школу, я решила, что, наверное, все-таки поеду учить китайский язык, так как сейчас китайский язык достаточно очень популярный. И, как мы знаем, отношение между Россией и Китаем с каждым годом все лучше и лучше, да, во многих сферах вообще бизнеса и деятельности. Вот, ну, и поэтому я выбрала Китай, потому что английский, в принципе, это стандартный язык, да, его можно выучить и даже в России, вот, при желании. А Китай – это такая страна, где именно нужно учить язык непосредственно там, где ты есть. Сколько у тебя ушло времени на язык? И ты его знала еще в России хорошо или уже, так скажем, вот, прямо закрепила его здесь? Ну, в России я учила его два года, но с тем знанием языка, которое я выучила в России, приехала сюда, я не могла разговаривать. Вот, хотя у нас там были достаточно хорошие преподаватели, да, по тем меркам. Вот, но я сюда приехала и примерно прожила год, и через год я только начала разговаривать на китайском. Самый хороший китайский язык, если вы учите, то нужно учить, вот, для студентов, да, например, я говорю, что лучше всего на севере, либо в Пекине учить, потому что чем ближе к середине и к югу, да, Китая, то язык становится уже не такой прям хороший, они уже с акцентом каким-то говорят, южно-китайским, вот, и, конечно, уже совсем другое получается. Зафиксируем, самый чистый язык? Да. Где? На севере, любой вот город Чанчунь, Харбин и Пекин. Ты сказала, что ты не знаешь китайский. Знаешь, ну так, пару фраз. Тут есть какие-то курсы для тех, кто приезжает и хочет здесь обосноваться, жить, работать. Есть курсы бесплатные или только платные? Про бесплатные курсы я не слышала ничего, к сожалению. Про платные, да, есть языковые школы, есть курсы, есть университеты. И также многие из местного населения, например, русско- или англоговорящие, они преподают китайские иностранцы. Но они все-таки не являются государственными, то есть не платит государство за обучение, а ты платишь сама? Да. Средняя стоимость? По-разному. Зависит от города. Я здесь примерно даже не подскажу, но я знаю, что в Хайкове есть, это островная столица. Она находится на другой стороне, да? Да, на другой стороне острова. Там есть языковая школа, стоит обучение в месяц порядка 2,5 тысяч юаней. Это в рубли сразу переведи? 25 тысяч. 20 тысяч. Это за какой период? За месяц? Месяц? За месяц. Немало. Расскажи про недвижимость. Сколько стоит, почем, где ты живешь, какая локация наиболее популярна, возможно, у русских? Все зависит от того, насколько прихотлив человек и что ему нужно для проживания. Можно найти какие-то совсем недорогие варианты, маленькие комнатушки, клетушки, там, возможно, за тысячу юаней в месяц. Умножаем на 10, чтобы перевезти в рубли, соответственно, 10 тысяч рублей. Хороший проезд. Да, можно найти за 10 тысяч юаней в месяц уже хорошие апартаменты с бассейном, с хорошей охраной, хорошим расположением, недалеко от пляжа и так далее. Это зависит от времени, когда приезжает человек для съемок. То есть, если это высокий сезон, то цены, соответственно, будут выше. Если приехать летом... Когда здесь высокий сезон? Февраль, да, если я не ошибаюсь? Самый высокий – это февраль, потому что китайский Новый год, и все китайцы с континента приезжают сюда именно на свои выходные. Я слышал, что это до миллиона человек в день. В неделю. В неделю. Да. Вот. И для русских туристов сезон обычно с октября по май примерно. А с мая по октябрь уже идет сезон тайфунов. Здесь очень жарко, часто дожди и так далее. Полностью на всем Хайнане, да, самая дорогая недвижимость находится в Санья. Даже не в городе Хайко, хотя он, да, считается основным городом на острове Хайнань. Здесь из-за того, что... Хайко – это другой конец. Да, это север. Это север, это вот главный город острова Хайнане. Как бы центр административный. Да, административный центр. Но больше в основном все туристы приезжают, конечно же, в Санья. Покупают, в принципе, недвижимости по всей Санья. Но здесь очень дорого она стоит. Апартаменты стоят как раз с видом на море. Поэтому, конечно же, это самые дорогие апартаменты. И квартира, 1 миллион долларов за апартаменты – это примерно площадь около 180 квадратов. Ну, вот максимум 200 квадратов квартиры. В прошлом году или в позапрошлом, вот эти года, открылся новый гостиничный комплекс «Атлантис». Их всего, как ты знаешь, три в мире. Один вот в Дубае. Вот сейчас третий открылся в Санья. Вот. И они построили также апартаменты. «Атлантис» называются апартаменты. И «Вилла Атлантис». Вот эти виллы стоят от 3 миллионов долларов. И уже полностью все раскуплены в первый месяц их продажи. Полностью все, конечно же, раскупили китайцы. Там китайцы и никакими известными именами нельзя бравировать, да, в этом комплексе? Ну, знаешь, на самом деле, мне кажется, что известные китайцы, какие-то актрисы, либо певицы, они не занимают самую верхнюю нишу в Китае. Вот, потому что есть… По деньгам, да. Вот, потому что и, в принципе, китайцы на это, честно говоря, не особо обращают внимание, кто у них там, да, соседи. Вот, потому что я думаю, что в основном все бизнесмены, конечно, покупают с северного Китая, любят сюда приезжать, потому что в севере холодно на севере. Вот, ну, а здесь, конечно, температура очень комфортная. Вот, либо Шанхай, Пекин, вот, ну, и другие также города, в основном бизнесмены приезжают. Вот, ну, и вот я знаю, вот, тоже комплекс на самом верхнем этаже, там живет певица китайская, вот, в пентхаусе, вот, полностью весь этаж. Вот, ну, и все эти знаменитости, у них есть квартиры в Санья. Те, кто приезжают сюда и хотят остаться по какой им, лучше визе приезжать? По рабочей? По рабочей визе должен пригласить работодатель, то есть это вы уже едете на какое-то конкретное место работы и оформляете документы. Большинство приезжает, конечно же, по бизнес-визам. Это визы сделаны для бизнесменов, которые ездят часто в Китай на выставки и так далее. Но работать по этой визе не имеете права, к сожалению. Также по этой визе существует коридор, каждые три месяца нужно делать выезд обязательно за границу Китая. Но достаточно большой процент населения работает по бизнес-визам, и они являются, естественно, нелегальными сотрудниками. И сейчас власти Китая, они направлены на борьбу с этими нелегалами, их отслеживают, и даже есть какие-то премии. Если тебя сдадут, что ты работаешь по бизнес-визе, то человек получит какое-то вознаграждение. Визовый режим, ты сказала, что есть коридор, да, и нужно выезжать. Этот выезд должен быть на сколько? Он должен быть на какой-то срок или, может быть, даже на день? Просто на день. Утром выехал. Он просто должен зафиксироваться. То есть поехал во Вьетнам, да? Но, к сожалению, когда люди выезжают по бизнес-визам, к ним очень много вопросов, когда они прилетают сюда-обратно. Потому что, ну, как я уже сказала, власти сейчас направлены на борьбу с нелегалами, и они задают вопросы. Чем вы занимаетесь на Хайнане, почему вы так часто вылетаете, вылетаете и так далее. То есть могут там открыть телефон, да? Да, да, могут открыть телефон, все это проверить. Ты передвигаешься на скутере? Да. Почему скутер? Почему не машина, почему не велосипед? В чем? У меня скутер электрический. Как правило, нас не останавливает полиция, не требует никаких документов, не прав. Он более маневренный, более удобный. А они должны быть на электроскутере? Да, раньше их точно не должно было быть. Сейчас я не могу сказать, но вроде как изменились правила, и да, сейчас хотят вводить права именно для владельцев полиция. Видимо, их стало так много, что подумали, что хватит. Он экологичен, очень удобен, в любое время я могу сезти поехать. Машина, она менее поворотлива, так сказать. И плюс на машину нужно сдать права здесь, находясь уже в Китае, сдать права на китайском языке. А сколько хватает одной зарядки? А зависит от старости, сколько лет этому скутеру, сколько я им пользовала. Представим, что годовой аккумулятор при среднем, не знаю, при использовании. Через год эксплуатации аккумуляторы уже довольно сильно садятся и хватает порядка на 80 километров. У меня достаточно новый сейчас мопед, я стараюсь раз в год покупать все время новый, старый я продаю. И у меня хватает на 100-120 километров. Неплохо. Учитывая, что весь остров от одной точки до другой порядка 230 километров, около этого, то в общем полуострова проехать более чем. Сколько заряжается по времени? 8 часов, 8-10. Ну то есть, ты наночь ставишь, да, утром встала и все. Он заряжается просто от розетки, то есть ты вот... Просто от розетки. А где розетки? Розетки у меня на парковке, в моем доме внизу есть подземная парковка, там розетки, но зарядка платная. То есть на каждой розетке QR-код, мы его сканируем, оплачиваем через опять же приложение WeChat. WeChat, вся жизнь китайцев. Да, да. Это и Инстаграм, и Фейсбук, и Ватсап, и Apple Pay, как для русского человека, все в одном. И на самом деле это очень удобно, потому что при выходе из дома я не беру с собой ни кошелек, ни карты, ничего, у меня все там. То есть потеряла телефон, жизнь кончилась? Ну, надо не терять телефоны. Хорошо. Давай еще пройдемся по расходам. Основное, конечно, по крайней мере для меня, это платежи мои за квартиру. Здесь еще есть такая особенность, что очень сложно найти квартиры, которые бы сдавались с помесячной оплатой. В основном все платят за год вперед, поэтому нужно раз в год вывалить очень большую крупную сумму. Потом уже какое-то время здесь живя, конечно, можно договориться с хозяйкой оплачивать по квартально, по полгода и так далее, но точно не помесячно. Но ты говорила, что поместиться нельзя еще и потому, что опять же февраль, да, пресловутый? Да, да. В февраль приезжают все китайцы, соответственно, квартиры все заняты и именно в феврале сдают за очень большую сумму, иногда десятикратную. И поэтому хозяевам им как бы не особо важно, год у них будет жить человек или просто приедет на февраль, а он точно приедет и снимет этот... Ну то есть почти что, то есть февраль равен году, да, то есть и поэтому смысл износ квартиры отдавать там русскими или кому-то еще на год, если можно просто сдать месяц, да, и снова сдавать. Ну, опять же, в нашем климате, конечно, лучше, чтобы кто-то там жил постоянно, потому что очень высокая влажность, вещи блесневеют. Касаемо темы детей. Да. Это сейчас садик, да, позади нас. Ты сказала, что он самый гламурный. Самый, считается не то, что даже гламурный, а обучение у него, конечно, на высшем уровне является он английским садиком. У него там английские все преподаватели, вот, ну и поэтому на английском языке полностью все предметы. Но этот садик, он, так скажем, от школы, которая находится по соседству, да? Да, 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 перед этой школой, как бы, он находится. Вот здесь три группы, младшая, средняя и старшая, и потом уже начинается школа. Давай сразу удивим, сколько стоит в год? 800 тысяч рублей. Что ты за это получаешь? Ну, за это получаешь английский язык, очень хороший, вот, с самого садика, да, здесь ясли есть, вот, здесь либо английские преподаватели, либо американские преподаватели, вот, ну и каждый день, конечно, только на английском языке они разговаривают, песенки поют, там, стихи читают, книжки, все на английском языке. То есть, ребенок, вот уже, я даже, у меня есть наглядные примеры моих друзей, что через месяц уже алфавит полностью могут читать на английском языке. Сколько стоит школа, чтобы просто понимать? Ну, в школе есть два варианта. Либо англо-китайская группа 50 на 50, либо чисто английская группа. Если чисто английская группа, это получается около, ну, миллион 300 до, вот, миллион 500, в зависимости от младшая, средняя, старшая. Средняя? Ну, то есть, это лимон 300? Ну, да, да, примерно где-то так. На английском языке полностью все предметы, литература, физика, химия, все на английском. Вот, и они с этого года, у них получили они лицензию Кембриджа, то есть, все учебники у них Кембриджа и система обучения у них, как в кембриджской школе. Вот, и на выходе они получают баллы международные, и они после этого могут поступить, например, в Кембридж или в другой какой-то хороший институт. Миллион 200 до 800, двушка в год. Да, примерно, если двое детей, а если трое. А можно троих, да, в Китае? Можно. А четверых? Ну, сейчас можно вообще двоих, да, детей. Если, например, семья рожает третьего, либо четвертого, они просто платят налог. Налог, это обычно в течение года они платят какой-то процент, я не знаю сейчас, именно в этом году, да, какой, потому что он постоянно меняется, от их зарплаты, по-моему, что-то там, может, 30 или 50 процентов, к примеру, да, я привела, от их зарплаты годовой. Вот, и этот налог они единоразово вносят, вот, за ребенка, и все, и все счастливы, в принципе-то. У меня отношения китайцы довольно-таки спорные. Где бы я ни был, постоянно они какие-то шумные, лично плюются, вот, громко смеются. Ну, то есть, культура такая себе. Ты сказала, что это не так, и все зависит от культуры людей в целом, да? Да, я все-таки придерживаюсь точки зрения, что такие качества человека, как воспитанность, вежливость, что-то еще, оно не зависит от национальности, это личное качество. Действительно, есть такая привычка, она идет издревле, им, по-моему, Будда, если я не ошибаюсь, им было сказано, что нельзя держать вот это в себе, поэтому они периодически это в виде плевков, так сказать, не извергают. Но, опять же, это так же, как и с белой кожей, уже современное поколение так, конечно же, не делает, и я думаю, что пройдет еще буквально два поколения китайцев, и мы их уже не узнаем. Сейчас, возможно, многие скажут, что Паша-то не прав, сейчас там всякие комменты злобные, но я считаю, что мы уже пережили большую часть, значит, в России. Людей, молодежи пережила, это вот болезнь таких понтов, да, и они еще к этому, ко всему склонны вот к этим понтам. Это не склонность, все-таки у нас страны развиваются разными путями, разными направлениями, и сейчас то, что вот, как ты говоришь, понты, у них есть вполне логичное обоснование, потому что в какой-то момент в Китае было запрещено иметь более двух детей, и было престижно иметь именно мальчиков. Соответственно, сейчас страна пришла к тому, что население мужчин намного больше, чем население женщин, и очень много мужчин-холостяков. И для того, чтобы им выбрать себе невесту, им просто приходится, как павлины, распускать свои хвосты, покупать там какие-то дорогие автомобили, дорогие вещи, просто чтобы не остаться одиноким. Скажи мне любимое выражение китайцев. Переводится оно, что с неба на вас не упадет мясной пирог. Они очень часто это выражение говорят. Имеется в виду, что если, например, вы не приложите усилия к чему-то, например, к работе, то с неба просто так, например, деньги не посыпятся. Ну, наверное, аналог без труда, не выловишь и рыбку из труда. Ну, примерно, да. Так как китайцы очень любят работать, поэтому они это очень часто используют. В чем принципиальная разница русских и китайцев? Разница огромная, потому что эти две страны, они развивались, каждая, своим путем. И, соответственно, все это сложилось на менталитете русских и китайцев. Мне еще сложно ответить, потому что я довольно открытый человек, я имею очень много друзей и иностранцев. И я никогда не сравниваю какие-то национальные особенности, я сравниваю индивидуально каждого человека. У нас тоже есть сиеста. Это все-таки, я думаю, определяет климат, где мы живем, а не национальность. Потому что на континентальном Китае, наверное, маленечко другая ситуация. Государственными учреждениями это беденый перерыв в три часа днем. Мы также опаздываем, также не торопимся никуда. Ну, все-таки жизнь на острове, она предполагает. Ну, смотри, ведь китайцы, они же супер трудолюбивые. Ну, я не сказала бы, что прямо супер. Ну, да, они работоспособные, у них меньше выходных, чем у нас в России. Как правило, это один выходной в неделю, некоторые работают без выходных. Зависит, опять же, от профессии. Но, что прям супер трудолюбивые, я бы не сказала. Насколько здесь высокий уровень врачей, клиники, насколько много около них разного рода шажалтанов, которые, просто присосавшись к этой общей концепции, да, такого острого здоровья, тоже делают некоторые вещи, которые, возможно, не подтверждены дипломами, разрешениями, лицензиями и так далее. Я рекомендую предварительно ознакомиться в интернете, получить какую-то информацию о клиниках на Хайнане, прежде чем сюда ехать лечиться. Здесь есть очень хорошие клиники, очень знаменитые врачи. Но надо понимать, если вы пытаетесь экономить деньги на своем здоровье, обращаетесь там в какую-нибудь клинику на берегу Дадунхая, например, которая называется Уколи, то вы это делаете на свой страх и риск. Ты бы все-таки это делать не рекомендовала? Я бы не рискнула. И я бы не пошла. Я бы именно поэтому обратилась в специализированную клинику, которая имеет лицензию, потому что мне просто страшно обращаться вот в такие непрофессиональные заведения. Я слышал, что прямо крутых клиник их пять. Или я ошибаюсь? И гораздо больше. Я думаю, их немного больше. Но среди туристов самые популярные – вот клиника Тайдзи, клиника Сад Долголетия, традиционная китайская медицина «Дружба напротив домов деревьев» и несколько еще госпиталей. У них есть переводчики, туда можно обратиться. Там действительно очень хорошие врачи. Что касаемо еды. Понятно, что опять же очень все разбросано, но тем не менее в месяц на еду семья из двух человек. Сложно сказать. Я питаюсь, я готовлю в основном дома. Я не питаюсь в кафешках. Покупаю еду на местном рынке, на рынке в нетуристическом месте. Соответственно, цены там очень низкие. И я думаю, что на меня на одну тысячу юаней на месяц вполне хватает. Если на двоих, соответственно, две тысячи. Если чаще питаться в кафе, то, наверное, будет немножко по дороге. Давай еще поговорим про русскую кухню. Все-таки я думаю, что люди сюда приезжающие, не все готовы есть бермишель, какие-то спайси, спайси фуды и так далее. Я так полагаю, что здесь нет этой проблемы или все-таки есть? Проблемы этой нет вообще, кроме того, что китайцы уже научились готовить русскую кухню, потому что огромный поток русских туристов сюда приезжает. До Дунхай – это вообще самая русифицированная бухта, я считаю. Там очень много русских и проживает, и приезжает. Наверное, как Муйной во Вьетнаме, да? Наверное, да. И очень много русских здесь держат свои кафе, и они нацелены именно на русского потребителя с русской кухней, поэтому проблем таких нет. А ты сказала, что китайцы научились готовить вкус такой же? Не у всех, но есть несколько заведений, где да, очень похоже. Сейчас расскажи мне, пожалуйста, какие-нибудь вещи, которых я тебя не спросил и которые я точно не знаю, и наши зрители их не знают. Вот что-нибудь то, что ты уверена, что мы не знаем? Когда сюда приезжают туристы, они, соответственно, ищут информацию про наиболее известные туристические места. Это город Санья, город Хайко. На самом деле Хайнань, он многообразен. Здесь очень много городов и уездов. Здесь потрясающие чайные плантации. Здесь есть кратер от метеорита, который упал более 700 тысяч лет назад. И в этом кратере находится плантация органического чая. Она единственная на Хайнане, сертифицированная у нас. Здесь очень много водопадов. Здесь очень много городков, где ни разу не видели иностранцев. И когда туда приезжаешь, там все за тобой бегут, кричат «Лау-Вай!», что посмотрите, кто приехал. «Лау-Вай» что это? Это значит иностранец. Но это на разговорном языке такое. Все эти места, которые я сейчас обрисовала, они имеют легкую доступность, допустим, на паблик-транспорте, на автобусах или все-таки? Да, доступно есть, но все-таки, я думаю, незнающему человеку будет довольно тяжело. Возникли трудности с покупкой билетов или еще чего-то, потому что, как правило, никто не разговаривает ни на английском, ни на русском. Все разговаривают на китайском. У китайцев действительно такая политика, что вы приезжаете к нам в гости, вы учите наш язык. Но Хайнань, он развивается в сфере туризма, и я думаю, что со временем эти проблемы тоже уйдут. И как бы мы, со стороны моей работы, мы содействуем этому развитию, и мы хотим делать туры непосредственно по острову, чтобы познакомить с какой-то самобытной культурой вот этого острова. Пакетные туры уходят в прошлое, и сейчас все больше хотят сами? Да, все больше популярным становится направление более индивидуальное, более индивидуальное, более авторское, люди рвутся за какой-то эксклюзивностью, самостоятельностью, и я думаю, со временем остров в этом плане тоже получит хорошее развитие. Ну, Хайнань, он все-таки из тех мест, так же, как и Турция, Египет, еще там пара-тройка стран, может быть, больше, куда лететь пакетом дешевле, чем самому, потому что банально тур с отелем, с трансфером и так далее стоит дешевле, чем билет. Пока что это дешевле, так как идут субсидированные рейсы, то есть стоимость рейса туроператора возмещается со стороны Хайнань. Это тоже я не знал. Это уже вторая информация, которая была для меня в новинку. Расскажи, куда мы сейчас отправимся с тобой? Мы сейчас отправимся в порт Саньян. Это самый новый порт, который здесь открыли совсем недавно, пару лет назад. И здесь располагаются самые лакшери яхты, поэтому мы, конечно же, пойдем на них посмотрим. Сейчас мы на яхте. Да. О чем они стоят? Как вы их сдаете? Какие есть яхты? Расскажи максимум информации. Ну, яхты вообще, начиная от самых маленьких, это 23 примерно фута, и до самых больших, вот, например, это 120 футов. То есть самые маленькие идут примерно 3 часа, стоимость 800 юаней. Ну, это где-то 8 тысяч рублей. Я хочу арендовать. Я хочу, ребята, арендовать за 8 тысяч рублей яхту у этой компании. Кстати, ссылочку сейчас мы вам дадим внизу. Переходите, это круто. Дальше прайсы какие? Парусная яхта, 48 футов, идет она 11 узлов, стоит 3 часа 15 тысяч рублей. Скажи, где сделана эта яхта? Это что? Это Италия, это Китай? Это я тебя удивлю, но это Китай. Эта яхта полностью сделана в Китае. Есть очень большой завод по производству яхт в Аджухай. Это юг основного Китая. Вот, и там производится огромное количество яхт. Вот, и также отправляется в Европу. Вот, например, у них были заказы из Италии. То есть они делали яхты, да, китайские. Вот, писали, что made in Italy. Вот, и отправляли в Италию. Думают все в основном, что яхты и лакшери продукты – это Италия и Европа. Но, как мы видим, яхты сейчас производятся в Китае на очень хорошем уровне. Расскажи про порт. Он тут единственный или есть еще порты? Ну, это один из самых новых. Есть еще порт в районе Дадунхай. Он очень популярен среди русских туристов, потому что все знают. Все знают Дадунхай, много русских, гостиницы, все в основном там останавливаются. Это новый порт, он был построен именно для парусных яхт, потому что каждый год здесь проходят соревнования между парусными яхтами с Хайкоу в Саньян и обратно. Вот, ну и в принципе для этого был построен, но так как всего лишь раз в год он пользуется, да, они решили сдать и для частных яхт, поэтому, конечно, и в основном большие дорогие яхты стоят все здесь, потому что здесь достаточно дорогая аренда, место для яхты. А в Дадунхай там стоят более маленькие яхты, более попроще, потому что и аренда там, в принципе, подешевле. Как мы видим, уже готова яхта к ужину, мы ждем около 30 клиентов, вот, и у нас будет стандартный европейский ужин для клиентов, так как китайцы очень любят все европейское и все изысканное, поэтому, конечно, когда снимают яхту, выбирают европейский стиль ко всему. Круто. Пошли вниз. Пойдем. Это мы были на самом-самом высоком этаже, где вся активная зона у нас. Ну, а днем, когда у нас солнце, можно и спрятаться, в принципе, здесь под зонтиками. Это у нас главная каюта. Вот обычно хозяин яхты, ну, кто снимает яхту, главный гость может здесь остановиться, отдохнуть. Вот, если снимает... Только один? Нет, ну, конечно, с сопровождающими тоже он может, но есть и другие также каюты, поменьше. Это вот самая главная каюта. Тут, скажем, что здесь кондиционер, тут очень комфортно, прямо супер. Ощущение? Да, очень прохладно. И можно снять, в принципе, яхту и на 6 часов, и на 9, и на 12. Поэтому некоторые снимают вообще на 2 дня, и здесь прям на яхте живут. Вот здесь есть и душевая у нас, все-все-все удобства для клиентов. И зеркало со шкафчиком. Ну, когда в основном очень много, например, человека, какая-то у них тут вечеринка затяжная, вот, они могут здесь, в принципе, свои вещи оставить тоже. Ага, здесь у нас прямо такой вип-класс, да? Кабинет, потому что для работающих людей, которые 24 часа в сутки работают, нужно продолжать работать, где бы они ни были. Капитанский мостик. Слушай, ты, кстати, умеешь яхту водить? Я училась, можно сказать, я училась. У нас здесь есть школы по этому мастерству. Вот, я думала, что закончить, но пока что до этого еще не дошла. Ну, в принципе, я могу управлять маленькими яхтами, вот, например, 23, 24. Вот, а если уже побольше яхта, уже как-то, уже руки от нее, от управления отходят. Потому что очень много кнопок, как ты заметил, что это просто искусство, искусство управления, как в самолете. Тут, собственно, самая зона, на которой так любят делать фотосеты, да? Да, обычно все. Все эти диванчики, передняя часть, корма. Впереди там лежат атрибуты, сайпы. Вот, потому что некоторые любят, помимо яхты, еще пройтись на сайпе для общего сведения. Сайпа – это такая доска. То есть ее с яхты спускают, и можно пройтись чуть дальше. Либо некоторые, когда, например, снимают яхту, не сильно далеко выходят. Чисто ради ужина, ради какого-то вечеринки, ради какой-то, в принципе, даже не для моря. Вот, потому что у нас в основном все яхты должны в 6 часов вечера уже возвращаться в порт. Вот, поэтому не разрешается. Если, например, клиент выезжает, поплавал, вернулся, вот, и дальше вечеринку устраивают. Вот, в принципе, можно и на сапах тоже прокатиться. Это шампанское бутафорское или настоящее? Это настоящее. Вот, шампанское. Хорошее, да, хорошее. Главное, что гламурное. Китайцы очень любят гламур. Да, мы как раз касались первым героем темы про понты. Китайцы их пока еще не пережили, да? Нет, не пережили понты, и у китайцев они очень прям сильные. Виктория, расскажи, что это за локации? Это локация, квартал специально сделанный, чтобы проводить фотосессии. То есть это дома абсолютно пустые, здесь вообще ничего в них нет. Именно сделано для декорации. День рождения, либо свадьбы здесь фотографируют. Здесь обязательно, конечно, платишь. Вот, тебя сюда охранники запускают. И здесь уже на весь день можешь фотографироваться, снимать фотосессии, либо какие-то рекламные ролики, все угодно. Вот сейчас мы там видим, да, если мы сейчас обернемся, вот там стоит будка английская телефонная. Да. То есть это вот как раз, кстати, вот, и двухэтажный. Давай, кстати, сюда немножко зайдем. То есть, но это полностью все бутафорское, да? Да, да, полностью абсолютно все. Но зайти можно? Можно, можно. Или зайдешь развалиться? Нет, можно наверх даже подняться. Но в дома зайти нельзя, то есть это фанера чистая? Да, это фанера. Но как бы вообще реконструкции все проводились и хотели вроде сделать как гостиница. Вот, но пока что на данном этапе здесь проводят только фотосессии. Все сделано такой итальянско-французский-европейский стиль, так как китайцы очень любят. И, ну, в принципе, это, в принципе, красиво, да? Поэтому сделали, решили сделать европейский стиль. Оля, у вас еще есть портал. Расскажи, я знаю, что он про Хайнань, про новости, про локации. В чем его предназначение? Да, действительно, я работаю в сфере журналистики, как я уже говорила, и работаю на портал для русскоговорящих людей. У нас очень много полезной информации про Хайнань. Я надеюсь, ты дашь на нас ссылочку. Наш адрес хайнайнлайф.ру. Он будет полезен как туристам, которые сюда приезжают, потому что мы стараемся писать наиболее честные, наиболее открытые обзоры по паркам, по достопримечательностям. Там есть путеводитель, которым можно воспользоваться. Также и для людей, которые собираются сюда переехать, потому что мы даем очень много информации по визам, по получению прав на автомобиль, по всем новостям, обновлениям и каким-то ношествам в законодательстве. Мы стараемся писать максимально честно, максимально полезно и максимально объективно, потому что ты как много путешествуешь, ты, наверное, сам знаешь, что сейчас уже давно прошли времена, когда можно было облапошить туриста или что-то ему навязать. Сейчас есть интернет, сейчас все могут найти информацию, могут найти, что, сколько действительно стоит. И сейчас все, кто работает именно в туристической сфере, стараются предоставлять услуги как можно более качественно. И конкуренция идет за счет этого, не за счет обмана. Мы публикуем новости, которые будут полезны для тех, кто здесь живет, о различных мероприятиях, публикуем какие-то вещи, которые могут заинтересовать туристов, и также много полезной информации, кто собирается здесь жить. Сколько человек трудится в вашей команде именно над этим порталом, и за счет чего он живет? У нас работает там порядка шести человек. Мы работаем буквально на чистом энтузиазме. Но сейчас нас действительно поддерживают какие-то организации Хайнань. Они видят, что мы работаем давно, что мы работаем хорошо, что мы работаем честно. И какие-то различные мероприятия финансируются со стороны острова Хайнань. Мы подобрались к Блицу. Готова? Да. Несложные вопросы, быстрые ответы. Когда последний раз была на пляже? Месяц назад примерно. Бегаешь ли по утрам или делаешь ли зарядку в парке? Я йогой занимаюсь по утрам. Каждый день? Три раза в неделю. Нет, но я стараюсь кататься на велосипеде. Русский и китайцы братья навек? Да. Я думаю, да. Любимое ругательство китайцев само собой на китайском? Мана. Мана? Что это? Ну, твою мать. С каким существом ассоциируются у тебя китайцы? Пускай это будет панда. Ну, как-то с пандой почему-то нет. Они очень много кушают мяса, в отличие от панды. Что китайцы делают больше? Курят или пьют? Едят. Ну, из выбранного, наверное, курят. Мне кажется, 50 на 50, честно говоря. Но, наверное, я скажу, что пьют. Потому что в Китае женщины не... Ну, курят, конечно же, но не так много. Мне кажется, женщины больше пьют, чем курят. А мужчины? Вот в Китае. Мужчины, мне кажется, и пьют... Мужчины, наверное, курят больше все-таки. Потому что сигареты как бы и утром, и днем, и вечером. А пьют только по вечерам как бы. А характеризуй хайнань тремя апитетами. Приветливый, чистый и тропический. Дорогой, красивый, теплый. Ты готова здесь жить и встретить тут старость? Я думаю, да. Ну, мне кажется, что абсолютно да. Потому что я уже побывала и на севере, и в середине Китая, и на юге Китая, и на другом острове Тайваня побывала. И вот мне кажется, что хайнань, да, город Санья, это просто оптимальный вариант для меня и для русского, да, любого вообще человека. Потому что здесь все оптимизировано для русских туристов. Здесь все вывески на русском языке, ну, вообще не без проблем. Вот, и продукты здесь тоже есть на русском языке. Ну, и все-все-все-все-все, я думаю, что идеальный вариант для меня. Друзья, спасибо, что были с нами. Комментарии, лайки, все вниз. И до встречи в новом городе. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok